и снова здравствуйте друзья сегодня александр с нами здравствуйте мы точнее я продолжаю искать ее поставщика по гриндерам с предыдущего моего обзора на канале с мастерской на был обзор на гриндер ну как бы он вам так особо что-то не зашел там тогда из-за цены сегодня на обзор у нас будет немножко другой гриндер тоже российского производства гриндер удачный вот александр как раз его собирался обзор снимать александр зажел и вид блин я себе такую хочу домой мастерскую поставили мечта у многих такая есть мечта вот поставить домой себе гринда и так чувствуем будет мы рассмотрим просто данная данный гриндер цена его за средний ценовой сегмент цена укажется розница в районе пятнахи ошибаться этом ссылка либо внизу будет либо суда цену выведем равенном 15 или 14000 стоимость данного гриндера 7 марасовую комплектацию соберем его посмотрим как тут все притерто тут александр уже тут заметил какие-то косички болгарка чуть-чуть китайский вот эти все моменты до рассмотрим и как бы чтобы вам было понятно нужен вам либо не нужен конечно ты все поймешь нужен он тебе такой либо не нужен но уже не во первых мне не нужны большие такие запросы я не на полярных дел мастер мне нужно где-то что-то потерять я понял что чисто дома там ножи там туда-сюда там чего не буду жить за 30 тысяч покупать то что мне был потом неделю полгода стоять мне нужно где-то что-то пошлифануть чуть-чуть и все мне не надо там выпендриваться а вот и все переходим комплектации гриндер у нас поставляется такой большой фанерной коробки настоящие русские у нас инструмент да здесь получается у нас картонная коробка фанерной коробки картонная коробка вот в принципе все ну то есть такой вот это сделано для жесткости так же очень много пупырьки вот это все нервы нервы успокаивать кстати чуть позже покажу это не знаю либо здесь было либо нет также у нас комплектацию идет гриндер удачный гарантийный талон на кстати и гарантия на данный гриндер три года получать производитель уверен что три года это двигателя нож три ленты комплекте идет 180 к кстати лента белорусско абразивного завода не зонка очень известный объекта и только 60 так опять пупырька еще пупырька пенопласт вот они запчасти сейчас распакуют будем поближе собирать такой момент видите вода вмятина но я не помню вроде как мы когда доставали из коробки и кажется не было и вот эта вот штука здесь вот было то есть она идет без следов без следов удар это думаю может моя где-то его так вот сика 0 в принципе мелочь ну здесь все крутится но ты как бы мелочь это выгнать можно будет учитывая какая коробка как бы сколько тут вот это пупырьки но я думаю это скорее всего мы уже где-то его здесь то есть либо мои продавцы либо кто-то еще и удвинул ах е-мое ханс кельна куда хансовский ножом распечатываем распаковка куда все таки я думаю это мои сика 0 его не упаковка основательная упаковка в есть пружина ролики скоро поближе оценят подшипник а вот насчет этого я не знаю сейчас паспорт стали распечатывать подарочный купон на 1000 рублей мелочь но приятно короче мы пролете потому что ваш промокод действует течение 14 дней с момента получения заказа данный гриндер ко мне еще кажется в средине мая приехал или раньше опорный столик толщина его 5 вот этих тех толщина тоже 5 гайки у нас идут с фиксацией под шестигранник болты качество сварных швов можно сказать так обычная узел натяжения ленты то есть также здесь идет ролик все под шестигранник пружинка вот регулировать ленту сейчас поставим попробуем как она толщина тоже пятерка кажется и пружина которая вам показывал ключей в комплекте нету сейчас александр заметил при животном собственно сам гриндер мотор 1 и 1 киловатта то стоит керамическая пластина и ролики на роликах подшипники блин кажется nsk подшипники закрыты и вроде как даже японские сам приводной барабан и нижний ролик с такими же подшипниками уборная пластина у нас регулируются двумя болтами здесь и здесь да их нет резьба нарезана в самом основании вот этот момент александр не понравился на работу то влияет особо нибудь сделано в россии за такую цену если он будет работать лучше чем китайский я на это не буду китайские 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 я чуть ли было дезавес элмос это кстати элмос этот старый добрый там элмос когда давно было сейчас который элмос удешевленного там гриндере там по пятаку по 6 рублей на выставке увидели да но это такая шляпа они кривые вообще по моему даже ну то есть а там уже с полнейшая даже мы не стали с этим связываться придать потому что будут думать стопудово там будут возвраты главный менеджер с таким лицом сидя что это прям золото не право не там чисто такую шляпочку как бы ну по сравнению с то и это как бы вот это можно сказать это премиум уровень вообще ну а что ты хоть это стационарный инструмент вообще так вот по факту если будет хорошо работать лучше китайского таки заусенцы вообще пофигу на них это есть их особые нету понимаешь они же есть там вот в россии их производят вот фирма как бы название удачный но судя по упаковке по всему я уверен на 99 процентов что это российский полностью продукт не этого сидим вот все тем более и как бы гарантия то есть все вот это вот есть стационарный инструмент провод провод для на фрону я думаю здесь длина провода не важно какая была главное что он резиновый сечение 1 милю это один квадрат по миллиметр лучше метра где-то поднимитесь и но как бы он большой нужен все равно инструмент стационарный вызову поставили воткнули все он и работает ну до сюда 86 80 сантиметров стороны стационарный как бы давай сейчас вот эти штучки накидаем ленту поставил и попробуем им поработать да кстати вот такие вот моторы это не могу сказать если вы сильно нагружать не будете они вечные сейчас прикручиваю нижнее основание у шестигранника нету заметили да вот это вот у меня и как бы тут есть получается все все правильно да то есть тоже без гайки получается в деле в теле резьда здесь толщина металла я считаю что этого достаточно будет двигаю стой подожди зазор если давай выдвинет чуть-чуть а да мы сейчас подрегулируем вот этими еще по нож давай сильно затягивать не будучи старую натяжитель поставим и потом все регулируем есть а вот здесь уже не в тело в тело резьба идет здесь уже гаечкой фиксируется сейчас затягивать не надо сильно так вот эта часть и пружина получается сейчас гайка самофиксатора установили пружину это для установки ленты сейчас угольничек найдем и попробуем выставить 90 градусов и тут по шестигранник побольше в комплекте шестигранников не помешало бы мелочь бы как бы приятно было конечно меньше бегать так теперь угол восстанавливать крышка не затягивает шестигранник подвозить отсюда мнение нижней прям сильно зафиксировать потому что на нем может еще играть то уже лучше стало а теперь сейчас подождешь ножках подтянуть и потом подбить давай так получилось да вроде бы так и тоже без мил не видишь страну и смотри здесь здесь вот чуть-чуть я понял вот так то прижимай а давай ты можешь затягивать вот это вот собирать вдвоем удобно кстати криво приварено кто а вот смотри сама площадка убери угол зазору ешь разный вот это конечно да 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 не одну на подсмотри расстояние здесь и здесь вот сама площадка криво приварено ну я думаю что работа и и получается ну как не повернешь да ну на не хотя смотри вот я оттягиваю не 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 ты не получится ты тут я просто играет на самих соединениях тут у нас сварка вот смотри вот площадка и вот сварена она просто чуть неправильно сварена ну и отбираться нормально ну часу затягивай давай сейчас я установил подожил есть не числа не получается у нас с этой стороны один а с этой стороны два ну или полтора где-то получается склонение 0 5 миллиметров как бы на работу это влиять не будет ну вот мучились мучились может что-то не так делали у нас только вот так получилось вот здесь от 90 градусов угол есть ровный ну а теперь об удобстве кстати довольно-таки прикольно вот это не придумали щелк сейчас не знаю как будет работать но довольно-таки прикольно то есть если на том гриндере что у нас мастерской как бы там посильнее нажми то у нас там как бы поменять не так просто ленту а здесь теоретически одному можно сделать довольно-таки быстро ленту установили сейчас подключим к розетке и будем регулировать подачу ленты от угол наклона и как это правильно называется ну чтобы она пусть настроить чтобы она ровно ходила не вправо не влево вот ровно вот для этого нужен вот этот барашек включаем первый запуск александр сейчас будет испытывать да у нас он кривой есть да не кривой это больше для фасок ну когда я не давай попробуем давай ну здесь кстати мелкую поставил это больше для финишки ну сейчас посмотрим все да давай закреплять кстати обрали внимание вибрации нет это чё и держал потому что я давил да он уж сходила так как бы вибрация движка вообще нету и практически практически вы здесь это шкурку да и познаете если поставить большую садим деревяшку можно попробовать но мы же с тобой пробуем как она работает есть вибрация нет вибрации вибрации нету и все да поэтому тут атаку достаточно также по дереву а посильнее надави будет он садиться или нету мотор мощный не должен задавил но грызет вот так делать нельзя с гриндерами для понимания он мотор не задавил то есть мотор крутит еще удивился блин мотор то у нас мощный просто лента уже здесь стала проскальзывать то есть он прижал ленту с этой стороны очень очень сильно и здесь она стала просто-напросто проскальзывать вот и все короче еще раз врубаем сойдет 11 киловатт в паспорте не нашел об этом информации давай да 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 среди нашел вашего помню где-то видел 11 киловатт до мощность мотора 11 киловатт ну как бы ты его остановил я думаю может быть связано с этим крутящим моментом он так как пхз но по гриндеру как будто к делать не столь что взялся навалился и все уже показывал например болгарьки как вот так макету понижал здесь спалил так навалился все с него пошел дым вот то есть как бы ну не стоит делать так в принципе фаски там снимает шлифует но у лента мелкая у нас было можно поставить крупнее как бы она еще нужно возможно было не остановили на себе ленту крупную поставим а потому что мелкая у нее больше нагрузка она когда шлифует давай хочешь попробуем ради интереса остановит или нет да ну ладно давайте пару слов скажем потому что в конце попробуем давай лучше как бы себе такую рассматривал покупки я как раз опишите еще раз говорю мне нужен для какой-то деликатной работы мелочевки то есть на доме массу здесь ножи как бы тащить можно так вот сойдет удобно вот эта штука ночи монтажер поставит именно установки ленты тот гриндер которыми в мастерской как бы там не так удобно устанавливают ну-ка угриндеры штурм на мастерскую там есть регулятор барокада здесь этого нет то есть вы конкретную этой модели его нет как бы ну как бы ботиёк как бы плюс бы был но на дешевле стоит там угринд хотя там программы регулятор оборотов всего помнить вот обычное на штуке теле как и называется так на болгаркой знаешь самодельный бы лазаренко а-ля регулировка аварам что ты такое стояло хотя или улятор оборотов можно поставить и на этот мотор как ничего не вижу в этом ничего такого страшного но так друзья как бы сейчас давайте попробуем на ленту остановит александр не остановит даже специально покажу за сколько ты поменяешь давай один учтите что уже не закреплен если он был закреплен этот светил на тему держит и еще я не профессиональный пользователь гриндера ту же вырос в кахте да вот и все давай становится как хватило стирскую пыль аж полетела ну да не останавливается вот так вот друзья чем больше зерно тем меньше нагрузка на двигателя бывает порой когда он почти остановил почти но ты когда грубую работу выполняешь ну то есть понял что-то сошлифовать сначала ставишь одно полотно потом уже дорабатываешь и тут тут что вот не вот понравилось даже вот он не вот это да вот это кстати момент нужно отметить что удовольненько удобно уже имел дело с гриндерами в том не так она просто легко менять сам сильнее нужно так удалить нужно таймер поставить посмотрите сколько на этом быстрее поменяли так что по поводу вот этого косяка что показывал в мятину мне кажется это мои на на здесь секунду что-то упаковку осмотрел упаковки нет повреждений можно мне тут месяц лежал может быть там бах где-то что-то как-то ну а так в общем как гарантия есть настроек много регулировок много шестигранников до 6 ранников эту минус до его шестигранника нужно будет и мне кажется сегодня было был бы регулятор оборотов вообще пцена за эти деньги на даже самый простенький какой-нибудь ну это опять же есть aliexpress за 200 рублей блок покупать вот эти косяки что мы тут озвучили как бы как косяки там немножко там миллиметр там то что останавливается регулятор оборотов нет вы как бы на цену еще внимание обращайте сейчас сравнить как я уже раньше постоянно завозим гриндер там за 100000 да и вот этот будем сравнивать разница будет хотя можно было кстати элмос если хотите привезу элмос и моего сравним с этим гриндером как вам такая идея но вы у нас и там вообще печаль 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 но он стоит там три раза дешевле этого друзья пишите свои комментарии стоит не стоит нам заморачиваться с данным гриндером вот кто хочет изучить более подробные характеристики ссылка будет внизу в описании под видео вот если скажете да давай будем покупать мы это все привезем пока